Привет! Оказывается, всего лишь в прошлом веке поезда, которые в прямом смысле ездили по одной рельсе, были очень популярны. Возникает вопрос, как он вообще работал и как удерживался на одной рельсе? Первую однорельсовую железную дорогу построили еще в Англии. По ней, правда, тогда возили только военные грузы. Но благодаря этому началась активная разработка монорельсов. Однако только через 100 лет дороги произвели фурор. Одновременно и независимо друг от друга в 1907 году в Германии и Англии инженеры Август Шерль и Луи Брэннон, соответственно, представили общественности прототипы монорельсовых поездов. А еще спустя два года Луи Брэннон презентовал в Джерингхеме полноценный вагон вместимостью до 50 пассажиров. А вот первая идея создания подобной дороги пришла Ивану Эльманову. Будучи инженером, он придумал проект «Дорога на столбах», где описал работу монорельса. Но, к сожалению, не смог найти инвесторов, потому так и не осуществил задуманное. А как же работало подобное чудо техники? Держался на рельсе поезд по принципу Юлы или же гироскопа. Раскручиваясь, она в состоянии удерживать равновесие и вертикальное положение. Именно по такому принципу и планировали создавать поезда. Гироскопические приборы располагались в специальном отделении вагона. Они позволяли им как перемещаться по монорельсу, так и стоять на месте. На однорельсовые дороги возлагали большие надежды. Их считали практичными, удобными и скоростными. На такой транспорт затрачивалось меньше материала, чем на привычный тогда городской. Следовательно, средства передвижения были более легкими, что и сказывалось на быстроте их перемещения. Но загвоздка была в том, что нужно было постоянно удерживать равновесие. А это было не так просто. Если в привычном транспорте можно было просто выключить двигатель при остановке, то в одноколее нам все равно приходилось поддерживать вращение гироскопа. Вот такие вот дела, друзья. А на этом все. Пока.